Она обворошительную, умную, покоряющую. Акуа Жуэву спросила я. Это значит, по-французски, если перевести, значит, во что вы играете? Акуа Жуэву. И он звонким мальчишеским голосом ответил мне, мы играем в Андре Водолаза, то есть героя моей книжки. Она абсолютно русский человек, она дочь генерала Зеленого, и у нее Зеленая это не псевдоним, псевдоним у нее Рина. Легенда об отце, о детском городоначальнике генерале Зеленым, сопровождала ее всю жизнь. На самом деле у нее был свой отец, хотя и не генерал. Жили в маленьком одноэтажном Ташкенте, мама, папа и четверо детей. Аккуратный и педантичный чиновник Василий Иванович Зеленый берег каждую копейку. Маму выдали замуж 16 лет, и она так и не привыкла к нему, старшему, несимпатичному. В общем, все было как у людей, только вот в семье никто ни с кем не дружил. Катя, так на самом деле звали будущую актрису, родилась в 1901 году. Она была отчаянна как мальчишка, а актрисой стало случайно, уже после переезда семьи в Москву. Случайно увидела объявление прием в театральную школу, случайно зашла и случайно прочитала стихотворение так, что приемная комиссия хохотала до слез. И вообще очень все непросто в те времена было, в 30-е годы особенно, когда Ирина Васильевна была молода, талантлива и очень хотелось верить в счастливую актерскую судьбу. В той пору, когда Ирина Васильевна начинала как актриса, ведь она искала себя в жанре малых форм, там не рыдай, ну вот такие театры, в которых она принимала участие. Это были театры с таким однодневным репертуаром, с уконом в комические какие-то миниатюры, монологи. С этого, собственно, начиналась ее карьера. На костре Ирина Зеленая. На первой в ее жизни афише имя Екатерина не поместилось, и она безжалостно его сократила. Так появилась актриса Рина Зеленая. Однажды, чтобы не сорвался концерт, ее попросили заполнить паузу. И она детским голосом с запинаниями и придыханиями протараторила Майдадыра. Успех был оглушительный. Ей приходили тысячи писем, с ней хотели дружить и воспринимали ее, как обыкновенную девчонку. Я думаю, что счастье Ирины Васильевны состояло в том, что она очень рано нашла вот эти детские рассказы. Причем это были рассказы от имени ребенка, но они были не столько даже рассказами для детей, сколько они были рассказами для взрослых. После работы с книжкой идут на экзамен пилоты, с толстым портфелем приходит певица, даже учитель не кончил учиться. Я ее помню с детства, ее голос по радио, все ее детские эти самые филитоны, рассказы. Батя Васильевич, я думаю, что мне тоже придется уйти. Татьяна Александровна, видите ли, не нравится мой репертуар и моя манера исполнения. Как будто она что-нибудь понимает. Точно, правильно. Мне же просто надоели эти придирки. Мне же все ясно. Я же не девочка. Вот именно. Если хотите знать, то меня давно приглашают в кино Перекоп. Я буду там петь между сеансами. Вот она поймала эту интонацию, и взрослая женщина стояла на эстраде и говорила детским голосом. Во-вторых, конфет. А в-третьих, ну, сгибайся. А в-третьих, мороженое. Театральная актриса к обычаям и нравам эстрады она привыкала очень трудно. Хотя бы к тому, что на эстраде человек мог закурить. От такого зрелища ей хотелось закричать или даже ударить. В театре все были одно целое, на эстраде каждый сам по себе. И все-таки почти ни один концерт не проходил без ее участия. И вот в моем присутствии происходит такой разговор, который сам по себе эстрадный номер. Она звонит администратору, который звали Женя. Женя, милая, дорогая. Ведь вы поймите, у меня 6 марта записано 18 концертов. Первый начинается в 9 часов утра. Последний заканчивается в 12 часов ночи. Ну, как я могу взять от вас еще один концерт? Ну, вы поймите, что в это время, когда вы просите, чтобы я взяла дополнительный концерт, я уже буду ехать в катафалке, в крематории, потому что я уже буду мертвым. У меня с 1 марта каждый день столько концертов. Что-что-что? Как по дороге. А как из Харитония в Донской, если меня повезут в крематории, так это как раз колонный зал на полпути. Вот я могу встать. Ну, если я встану из группы, я, конечно, у вас выступлю. Вот и в этом была вся Ирина Васильевна. Она у тебя давно? Это красавица. О, месяц. И все по-своему, как принято у них в избе. Воображаю. Она откликалась не на всякое предложение. Если это был юбилей человека, к которому она относилась хорошо, она с легкостью соглашалась и никогда не выходила ни в какой делегации. Она, во-первых, всегда врывалась в зрительный зал. Обязательно из зала или из-за кулис устраивала дикий скандал. Она всегда была представительницей либо народной дружины, либо она была от ЖЭКа, либо она была от народного контроля. Она говорила, бог знает что, нечто немыслимое, несуразное. Я, как общественница могу сказать, очень много. Возьмем хотя бы сбор металлолома. Вы знаете, что ведь раньше это было очень просто. Потому что дети собирали что могли, сколько могли, приносили и сдавали в лом. А сейчас это все гораздо сложнее. Потому что сейчас каждая школа должна собрать такое-то количество лома за квартал. Понимаете ли, допустим, десять тонн. Что делать? Понимаете ли, две кастрюли и там сковородка из дома, это же вопрос. Не решает. Родители в полном отчаянии, потому что ни самоваров, ни вот этих кроватей железных больше нет. Так что, ну правда одно время ребята выходили из положения, они снимали вот эти крышки, знаете, круглые от уличных колодцев. А это очень тяжелые такие, они приносили и сдавали. Но сейчас это категорически запрещено. Нет, это потому что многие жители проваливаются туда и опаздывают на работу. Так случилось, что первый в ее жизни фильм «Путевка в жизнь» не стал для нее путевкой в кино. Она долгое время не могла понять, почему, когда она поет песенку девчонки в шалмане, на экране вместо лица черная полоса, а личность ее в кадре появляется только в последнем куплете. И когда картину переписывали заново, и она опять озвучивала, на экране так и осталась черная пустая полоса и голос. Елки-палки, лес гусой, и ходит папа холостой, и когда папа женится, куда же мама женится? Человек, она была необычайно талантливый, но достаточно сложный и непредсказуемый. Скажем, все, что вы ей предлагали или автор ей предлагал, она все равно должна была к себе примерить. И только в том случае, если ей это подходило, она могла этим воспользоваться. Но, как правило, она все равно все это переписывала до неузнаваемости. В той же весне вот эта же вся роль написана ею, этой гримерши, знаете, такие губы сейчас не носят. Или, понимаете, а уж не говоря об этой домработнице из-под Кидыша, это же она написала сценарий с Агнией Барто. Хорошее дело. У нас вот так вот как раз в 57-й квартире старушка одна тоже зашла. Попить воды попросила. Попила воды. Потом ухватились, а пианино нету. Персонажа домработницы в сценарии под Кидышей не было совсем. Но на съемке Лукашевича Барто заявили, что нужен еще один комедийный персонаж. И сыграть должна его она. Пришлось придумать роль домработницы и импровизировать на ходу. Григория Александрова она встретила на улице и сказала как бы шутя. Давайте мне роль в новой картине. Вы обещали. Нету ни одной женской роли. Давайте мужскую. Ее выбросили. Это роль парикмахера-гримера. И все-таки сценарий весны прислал. И так было каждый раз. Все говорили Рина, Рина. А снимали других. По-моему, она ненормальная. Да-да. Мне ее не утверждали очень долго. Как, впрочем, не утверждали и Ливанова, и Соломина. В общем, все не то, не те. Это правда? Истинная правда. Это правда? К сожалению, да. Зеленые мне не утверждали просто потому, что, говорили, она такая старая. Она же ничего не соображает, говорили мне. Она соображала лучше нас всех. Она была поразительно ясного ума и поразительно тонкого ощущения мира и юмора изумительного совершенно. Прибежал какой-то человек, что-то неразборчивое, кинул конверт и бросился бежать. Где конверт? Там в прихожей. Я думаю, что там бомба. Ну, на мистера Холмса я давно махнула рукой. Но вы до... Она, во-первых, первая являлась на грим. Садилась перед зеркалом гримерной, глядела на себя и говорила, единственное, что у меня осталось, это красота. После этого мы довольно долго ее гримировали, не потому, что надо было с ней что-то сделать другое. Ее надо было одевать, на нее затягивали ее в корсет, там, под парик и так далее. Поэтому она потом была очень такая вся прямая. И я долго не мог понять, почему она стоит. А потому, что она сесть не могла. Тогда мы придумали такую скамеечку для нее, специально сделали, чтобы она высоко сидела. И она все время, на всех съемках присутствовала. Она, в этом смысле, был человек очень трогательный. И иногда она это дело комментировала время от времени. Мой покойный супруг говорил, что это самый подробный атлас Британии. Здесь, в этом томе, вы найдете диваншир. Благодарю вас. Вы очень внимательны. Да, это верно. Она была уникально добрым человеком. Хотя, естественно, когда я ее встретила, вот эта разница в возрасте, мне казалось тогда, что она очень древний человек. Ну, просто совершенно древний. И я с удивлением вообще видела, с какой скоростью она запоминает текст. Там, на большой высоте, даже сказать страшно где. Звезды висят, как будто апельсины. И она никогда не просила никаких поблажек. Никогда не говорила, что она устала. Ничего. Она все время что-то придумывала. С удивительно легким характером. А на луне, на луне, едет медведь на слоне. Лунный медведь, голубенькие глазки. Это была очень смешная сцена в «Красной шапке», где бабушка «Красной шапочки» должна скакать на коне. А так как, ну, в общем, съемки начались рано утром, а это уже, ну, такой где-то был день, и я даже не поняла это вот ощущение детства. Стоит Ирина Васильевна, что-то там разговаривает с моей мамой, стоит лошадь, какой-то мужчина, вот, и вдруг я вижу, костюм несут, все, и я поворачиваюсь и говорю, а что там в следующем будет сниматься, говорит, ну, сейчас вот проезд бабушки на лошади. И я почему-то тогда подумала, боже мой, а как же она будет скакать на лошади, такая старенькая, а вдруг она упадет, и с ней что-то случится. Ау! Красная шапочка! Эхе-хе-хе! Красная шапочка! Дело все в том, что мне нужна была пожилая актриса. Обязательно комедийная, потому что вообще, если вы заметили, то все эти фильмы холмсовские, они, в общем-то, комедии. И это была смешная быть. Были смешные пожилые актрисы, но они все были очень русские. Не буду их называть фамилией, но они были замечательные, но они, ну, никак они в Беккер-стрит не вписывались. И вот единственная пожилая дама, которая абсолютно соответствовала европейским стандартам, это была как раз Ирина Васильевна. Она знала этих миссис Хадсон, она их видела в Англии, она про них читала, она знала глубину. Сколько раз вы читаете мне это письмо, и каждый раз мое сердце разрывается начальник. А по поводу ее возраста, она как-то сама пошутила, очень забавно она сказала, что... Я говорю, что вы знаете Ирина Васильевна? Ее ведь на самом деле звали Екатерина Васильевна. И мою маму звали Екатерина Васильевна. И я ей говорю, Ирина Васильевна, а можно я вас буду назвать Екатерина Васильевна? Она меня посмотрела и сказала, зовите меня-то Руина Васильевна. К вам полиция, джентльмены. У нее особой любовью пользовался Брундуков. По роли она все время должна была его ругать. И, так сказать, говорю, прочь отсюда чудовище, или что такое, мерзавец, негодяй, там какие-то слова говорила по роли. Но на самом деле она чувствовала в нем вот такую родственную душу. Ну что ж, я... Каждый раз, когда она приходила, она меня спрашивала, скажите, а мистер Лестрейд будет сегодня со мной сниматься? Таня считает, что это лучший инспектор Скотт Лукьян. Если она кому-то относилась очень хорошо, она очень помогала этим людям. Я имею в виду не столько материально, сколько творчески. Она однажды встретила молодого начинающего артиста, не имевшего специального образования по фамилии Борис Брунов. И всю карьеру дальнейшую сделала ему она. Помогали людям. Очень много сделали людей. Хлопотала, квартиры какие-то. Само жила, а у нее черта не было. А где же было все остальное? Алло! 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 Мне посчастливилось с педагогами в студии, в которую я поступил в начале 60-х. Педагогом моим был Арина Васильевна. Ну как начало? В общем, хорошо. Но не хорошо. Мы молодежь для журнала. А вы рассказываете о каких-то совершенно антипедагогических, неправдоподобных вещах. Ну, где вы видели, чтобы мужья изменяли женам? Я лично такого совершенно не помню. Потому что это же наши мужья, это же наши жены. Это абсолютно нетипично. Она избрала очень хороший метод. Она иронически мне что-то объясняла. Ну, посмотрим, как вы сегодня будете шамкать. Говорила она. Я в какой-то момент терялся, потом я привык. Она мне говорила, вы неприлично молоды, но этот недостаток пройдет, уверяю вас. А ты знаешь, ты почему-то мне очень понравился. Я понимал, что передо мной мастер. Особенно в первый момент, когда меня привели в комнату и сказали, знакомьтесь, это ваш педагог Рина Васильевна, она зеленая. Так пошутила Вера Эдуардовна завтруппой. Иванова, встаньте сюда. Размер ее. Демонстрирует платье, будете вы. Что вы, Елизавета Тимофеевна, я даже не знаю, как в таком ходить. Советская девушка даже осмела ходить в том, что мы внедряем. Она была человеком особый, с чувством особого достоинства, которое было свойственно не только ей, но и многим ее коллегам, жившим в это сложное время. Но они какие-то вещи себе не могли позволить. Ведь и тогда были разные артисты, понимаете? И тогда на эстраде было много прошлости. Это не завоевание наших дней. Это какой-то был особый мир этих людей. Это какая-то Атлантида потерянная. Это, наверное, люди того времени, когда у них не было вот этого ощущения и, скажем так, вот этой кичливости тем, что они люди востребованные, что они звезды. Они абсолютно спокойно относились к своей личности и к тому, что они делают в искусстве. То есть не было вот этого, ну, я что, я сделала все прекрасно, все замечательно. Ну, вы что, какой третий дубль? Ведь были же актрисы, которые называли себя продолжательницами Ирины Зеленой, которые, да, которые выступали на эстраде с детскими рассказами. Но ничего из этого хорошего не получилось. Они пробовали два-три года и потом вынуждены были от этого отказаться, потому что она это придумала и, к сожалению, это не получило продолжения. Видимо, нужна была еще такая индивидуальность, какой она обладала для того, чтобы вот этот лепет стал искусством. Как получилось, что она, характерная актриса, сыгравшая в театре и кино множество взрослых сатирических ролей, навсегда связала свою актерскую судьбу с образом ребенка. Девочка, мы тебя знаем, тебе 10 лет. Да? А что? А? Мы тебя спасем. Как тебя звать? Надя! Отчего вы меня спасете? Ничего не знаете. От старости! Хи-хи-хи! Своих детей у нее не было, но она их любила и знала. Записывала беседы с ними на клочке бумаги, на чем придется, даже на ладони разговаривала с уважением, серьезно, не нажимала на нос пальцем, как на звонок, и не говорила дзынь. И мне было очень приятно, что в далеком Квебеке дети играют ту же игру, в которую играют московские мальчишки в сотнях городов. Да что же это в конце концов такое? Это просто несносно. Ой, сколько вас! Во что вы здесь играете, шалуны? Отдаю швадалазы. Очень смешно, я помню, когда я просила есть, а есть я хотела все время страшно, потому что, в общем, я росла. И поэтому потребность в еде была просто, ну, каждый час. И вот за этот день я, значит, по подсчетам оператора, съела уже шесть антрикотов и завывала. А смена была вечерняя. Я говорю, я хочу есть, я хочу есть, я просила есть. Она в какой-то момент не выдержала и говорит, кто-нибудь покормит несчастного голодного ребенка? Все говорят, покормят после съемок. И вдруг она мне так подмигивает и говорит, я тоже хочу есть. Дашь мне кусок антрикота? Извините, пожалуйста, скажите, где находится Георг Сибуль? Пожалуйста, наверху. То есть как наверху? А почему же там женщина? Она очень любила своего мужа, и он очень любил ее. Это была замечательная семья, абсолютно интеллигентная. Со вторым мужем-интеллигентом и архитектором Константином Тапуридзе они прожили вместе 40 лет. Она шутила, в моей жизни образовалась новая профессия. Жена-архитектор. Они почти никогда не расставались. Однажды в военный день шли, как обычно, держась за руки, и Тапуридзе сказал, представляешь, через несколько лет мы будем с тобой идти по Парижу и будем смеяться. И когда много лет спустя они шли по Парижу, она держала его за руку и вспоминала это предсказание. Они смеялись, сидя на беленьких стульчиках перед Лувром. Единственное, их разъединяли эти моменты, когда у нее были поездки, вот с труппой она ездила по Союзу, и когда он был очень занят тоже. Ну, тогда, значит, она бежала в Дом кино куда-нибудь или там в гости. Ну, поздно вечером он ее встречал. Куда вы девали моего мужа? Вашего мужа? Несчастная. Он даже не сказал вам, что он женат. Чем знаменит Константин Тихонович Тапуридзе? Он градостроитель. Он был главным архитектором Ленинского района Москвы в течение 11 лет. В те годы Ленинский район Москвы – это от Кремля до Внукова. Вы знаете, у него была история. Хотели засыпать пруд новодевичий и построить там цыкашные дома. Так он на заседании у Брежнева разорался, накричал на всех на них, сказал, что это безобразие, это уничтожение исторических памятников, повернулся и ушел. Значит, после долгой паузы Брежнев сказал, ну, что же, этот парень любит свое дело. Надо к нему прислушаться. У тебя сердце, у тебя нервы. Вот ты уже разволновался. Ну, что-то я совсем не волнуюсь. То есть как ты не волнуешься, когда ты знаешь, что я уезжаю? Ах, в этом смысле, да. У нас всегда много народу было. Приходили все. Бронов, последнего даже года, другое поколение. Тогда Шурик Шевин приходил, Герт. Все смеяли, все хохотали, пока их наш кот не разгонял. Он, когда уже спать хотел, он начинал сбрасывать потихоньку какие-то предметы. Ну, и тогда Ирина говорила, там, плятываю, Гориславушка, пора закругляться. Товарищи, дорогие товарищи, я спешу, я хочу уплатить, а с меня не берут денег. Деньги с него не берут. Вы когда-нибудь тебе дали, чтобы с человека не брали деньги. В чем дело, товарищи? Она была выше среднего роста, фигура у нее была хорошая, спортивная. Она занималась спортом. Она умела абсолютно все, и плавать, и в теннис играла, и на коньках, и фигурном месте. С Ильинским часто они там танцевали. На каток мы вместе, кстати, на «Динамо» ходили. Была очень способна, бильярд очень хорошо играла. И с Маяковским даже успела поиграть. Прежде всего ее абсолютно не касается, занимаясь я спортом или нет. Совершенно это не должно ее касаться. Артист Фенин готов? Готов. У меня один узк короче. Не важно. Следующий. Катровую роль выбраться. Артист Фенин, пожалуйста, съемки. Она прежде всего должна мне выдать тапочки, если они мне полагаются. Правда? А потом я уже с ними могу делать все, что мне угодно. Я очень хорошо помню ее руки. Вот руки я запомнила. Мне тогда казалось, что надо же, какие вот у нее руки не такие, как у меня. Венки, сухая кожа. Она очень так вот их близко держала, когда вот пыталась что-то выяснить, что ей нужно делать. Они были не широко раскрыты, а где-то вот тут. То есть жестикуляция была на уровне груди. Ну, губы такие уже не носят. Это нужно будет что-нибудь подобрать. Давайте еще главное дело, что они хотят меня сейчас отправить в отпуск. Как будто я могу с такими нервами в отпуск ехать. Это совершенно не годится. Это, я думаю, будет хорошо. Хорошо. Средняя пухлость. Псексапел номер 4. Знаете, даже был случай, когда Никита Михалков, встретив ее, встал на колени и сказал, он был с ней на «ты», «Рина, ты великая актриса». Значит, она ответила, «Никита, почему же ты меня не снимаешь?» «О, вы кто?» «Я миссис Хатсонсон». «А, очень приятно. Здрасте, здрасте». Он встал с колен, смеясь и обнял ее, поклялся вечной любви, роли не предложил. Жизнь проходила, она ждала, не отказывалась от маленьких эпизодов. Она объясняла директору студии Горького, «Это бесхозяйственно, не занимать хороших актеров». «Да, да, Ирина Васильевна, что вы, Ирина Васильевна, мы вас так любим, и опять снимали других». И она, глядя, как раздаются роли не тем актерам, страдала, потому что любила кино больше всего на свете. Нет, надо было выйти замуж за режиссера. И когда дело дошло до приключений Буратино, она шутила, человеческой роли не дождалась, буду играть черепаху. Я думаю, что она не могла бы сыграть большую роль. Такова была ее индивидуальность. Это не значит, что это ни в коей мере не определяет масштаб ее дарования. Есть просто актеры, которые способны играть эпизодические роли. И играть их очень ярко. Немедленно остановите полис, мне необходимо сойти. Я вам покажу, как наращивать темп. Это как вот спринтер на короткое расстояние, и бегу на большое расстояние. Это разные индивидуальности. И я думаю, что только этим объясняется. Не потому, что она этого не хотела, и не потому, что ее недооценивали. Нет, ее очень ценили, ее обожали. И когда она, особенно, когда тогда еще телевидение так не было развито, когда она выступала с детскими рассказами по радио, то все слушали, просто затаив дыхание, потому что ее знала в буквальном смысле вся страна. Что не мешало ей с этими детскими рассказами, кстати, неоднократно выезжать на передовую во время войны 41-го по 45-й год. Она ездила с фронтовыми бригадами и выступала на фронте. Это, в общем, хрупкая и уже в ту пору не такая молодая женщина. Она очень много выступала. И когда говорят о том, что вот она делала эпизоды, вот так, блистательно, раз, 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 никто не подозревает о том, что за этим стояла совершенно не только колоссальная работа внутренняя, но и колоссальные знания и фундамент. После первого фильма я ей сказал, что, Ирина Васильевна, значит, как-то очень хорошо у нас все получилось, вы всем понравились, давайте мы немножечко расширим вашу роль, сделаем ее побольше, потому что всем вы нравитесь, всем вы нравитесь. Она сказала, нет, 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 я никогда не играл в мебель, мне нравится играть в мебель. Почему она не сыграла большую роль? Я думаю, что очень многие роли, которые она сыграла, есть большие роли, вне зависимости от того, какие они по размеру. Луна роняет нежный свет, С меня я день приходит в вечер, любовь спешит ко мне навстречу. Мне не до сна в душе весна, любовь спешит ко мне навстречу. И я очень боялся процесса озвучания, когда надо попасть, вот идет изображение, и актер должен точно повторить то, как он это говорил на экране, и так далее. Я думаю, никогда в жизнь не попадут. Что делать? Мы с мыслью, с звукорежиссером хватались за голову. Ничего подобного. Забыла. Совсем позабыла. Очевидно, это начало склероза. Она довольно уже плохо видела, поэтому экран для нее был не так важен. Она слышала и точно так же это все повторяла. Ритмически. Я только, когда ей надо было говорить, я стоял рядом, нажимал ей на руку. Когда-то потом, когда мы прощались, и значит, она уже уезжала, я взял ее руку, поцеловал, она говорит, ой, знакомая рука, знакомая, сейчас вы мне нажмете, и я должна буду озвучивать. Я Бобо. Понятно. Ребенок русским языком говорит, что он болен. Он говорит, Бобо. Нет, я не болен. Ты со мной не разговаривай, я лучше знаю детскую психологию. Я думаю, что всякая, кто с ней соприкасался, вспоминает они, как самым светлым образом, с благодарностью, потому что, ну, талантливые люди легкими вообще не бывают. Легкими бывают только идиоты. А талантливый человек не может быть легким, потому что талантливый человек, прежде всего, недоволен всегда собой, самим. А потом уже и всеми остальными, конечно. Вот, и поэтому она, конечно, была человек очень талантливый, и это не подлежит никакому сомнению. И масштаб таланта определяется не масштабом Раули, не размером ее. Объясни мне, пожалуйста. Ты помнишь, бабушка Вишня сначала вышла замуж за барона Черешни, а потом уехала за границу? Или сначала дедушка Абрикос дрался с Черешней на дуэль? Ей всегда казалось, что она еще не поймала свою синюю птицу. Вы понимаете, ведь что такое счастье в творчестве? Если человек говорит, что он сделал все, что он сделал, то ему нужно вот так положить руки и лечь горизонтально на определенной плоскости. Ирина Васильевна не принадлежала к числу людей, пораженных болезнью самовосхищения. Ой! Очень могу! Дайте газировку! То есть она скорее была самоедкой. Ей... Я думаю, что это была не форма. Ей действительно, как правило, не нравилось то, что она делала. А особенно после того, как выходил фильм, если вы звонили ей и говорили что-то вот по поводу фильма, ой, самое лучшее вырезали, вы не знаете это все, да нет, это не получилось. Ну, самые вот последние три года она очень страдала от недостатка кислорода, ну, легочная недостаточность какая-то была. И вынуждена была жить вот в доме творчества. Это судьба пожилых вот таких людей, оказавшихся одинокими. Поэтому мы, союзкинтографистов, я в то время работал, мы ее переселили в Матвежское, потому что там как бы и медицинское обслуживание, и питание, все как бы все это взял в союз на себя и все эти расходы. Но все равно она была одинока, одинока. И болела уже, и так далее. в общем, к сожалению, рано или поздно это приходит ко всем. Поэтому самое главное, надо иметь детей, рекомендую всем, с тем, чтобы старость была немножко повеселее. Что он сказал, эта симулянтка? Она сказала, что у нее высокая температура, 39,2. У нее температура, у нас художественный совет. Но я думаю, что здорово, что у меня остались такие воспоминания. Поверьте, они остаются вот такие замечательные, радужные, я бы даже сказала, сказочные воспоминания не обо всех людях. Это правда. Почему вы высказываетесь? Вы же не член худсовета. И ты думаешь, боже мой, если бы я сейчас, да, вот уже в своем возрасте работала с ней, я, наверное, бы вот впитывала каждую секунду, каждую минуту, я бы знала, о чем говорить. Айда, тобой над пенсию. Сегодня есть такое понятие, оно растиражировано, вот теперь все звезды. Во времена, когда Ирина Зеленая работала в искусстве, слово звезда у нас было слово почти оскорбительное. Вот звездная болезнь, там звезд, а она, наверное, была на самом деле звезда. И говорят же, что когда звезды гаснут, если это настоящие звезды, то свет от них продолжает еще долго-долго доходить до нас. Вот я думаю, она как раз принадлежит к такому, к такой категории звезд. Она была похожа на мальчика, похожего на девочку. В ее альбомчике остались строки самых близких друзей, есть и бодригал капитана боевого корабля. На борту корабля исполина появилась зеленая рина, и средь пушек брони и металла что-то детское защебетало. То ли мама ко мне вернулась, то ли детство в груди проснулось, ни черта не поймешь и признаться, без бутылки не разобраться. Это фраза без соли, без перца, отнутра матросского сердца. Она умерла в 1991 году. Ей было 90 лет. Звание народной так и не дождалась. Субтитры создавал DimaTorzok